До депортации балкарцев в Среднюю Азию в 1944 году семья Жанцуевых проживала в селении Актопрак Чигемского района Кабардино-Балкарии. В этом ущелье было 23 села по данным архивным. Официально разрешено было в 1957 году балкарцам вернуться сюда. Здесь сохранилось 6 всего сел, это включая нижние села, например, Никой, то, что мы уже городом считаем. После возвращения балкарцев на родину Актопрак, как и некоторые другие балкарские села, осталось невосстановленным. В настоящее время глава семи Жанцуевых Апас проживает в селении Хуштасырт, 5 километрах отсюда. Его сын Владимир в Нальчике, остальные представители рода Жанцуевых живут в разных населенных пунктах республики, но в душе мечтают вернуться на эти земли. На родину предков я бы с удовольствием вернула жить и жила бы здесь. Я бы даже себе хозяйство завела бы тут, корову, еще кого-нибудь. Ну тянет сюда, что они говорили слово, но тянет. Мы хотели, я именно вот хотел сюда приехать, но сюда ехать не было дороги, и зайти негде было, а у нас палатки не было. Дождь, и выбрали, потому что там лес, можно было бы ремянку сляпать. Я думаю, если здесь поставить село, очень перспективно и выгодно. Животноводство, сады можно развести очень прекрасно. У меня, в принципе, в планах так и есть здесь поставить дом. Я думаю, если я дом поставлю, начнем строительство, и остальные тоже подтянутся. Здесь вот земля моих предков. Мои родители жили, вот фундаменты их не до высылки. Родили здесь. Дедушки фундаменты тоже чуть дальше. У меня пять братьев отца тоже ниже, все фундаменты сохранены. И мы тоже хотим здесь поставить сруб и жить здесь на родине предков. Причиной невосстановления некоторых балкарских сел заключались в их отдаленности, труднодоступности, отсутствии коммуникаций, газоэлектричества. Сегодня даже в самые труднодоступные селения республики проведены шоссейные дороги в системе жизнеобеспечения. Возможно ли восстановление заброшенных балкарских сел? Целесообразно ли, особенно если учитывать проблему ограниченности земельных ресурсов республики, пригодных для ведения сельского хозяйства? Конечно, возрождение заброшенных балкарских селений надо рассматривать. Это, я думаю, целесообразно, потому что с древнейших времен эти села были, они самодостаточны были. Маленькое селение Усхур заброшенное, в этом колхозе насчитывалось 25 тысяч только овец. И когда я спросил у одного долгожителя, этот старик рассказывал, как они пасли. Это целое искусство на подножном корму. Экономически это будет целесообразным. Конечно, парламент этот вопрос не рассматривал. Но что возродить, это не так уж сложно будет. Но, конечно, тут нужны государственные инвестиции. Земельный участок, на котором семья Жанцуевых намеревает составить дом, она оформила в аренду в соответствии с действующим в республике законодательством. Жанцуевы рассчитывают на то, что в последующем получат родовые земли в собственности. Однако, чтобы возвращение в горы стало массовым явлением, нужно принятие специальной программы, как это сделали власти Чеченской Республики. Роль горных районов нельзя сводить к одной только их экономической значимости. Именно в горах располагались наиболее древние исторические области. История, вот для меня, например, как для историка-краеведа, история Чигемского ущелья, и самое красивое, что есть, выше водопада. Вот привыкли, туристы приезжают, это вот как бы только водопады и все. А настоящая история, это Верхнее Чигемское городище 15 век, Кишине 12-17 век, это все выше туда находится. То есть, вся история Чигемского ущелья, она как бы выше. Именно здесь наиболее устойчиво сохранялись исконные народные обычаи и традиции, тот духовный пласт, что лежал в основе традиционной балкарской ментальности. Верхнее Чигемского ущелья